ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итальянский защитник приехал в Москву в расцвете сил. Десять очков в среднем за игру в прошлом сезоне Евролиги за немецкий бамберг. Хекет полезен на счетах и в подыгрыше. И должен сильно разнообразить игру ЦСКА, да и снять немного ответственности Снандо де Кало и Серхио Родригеса. Очень воодушевлен, что буду играть за ЦСКА. Это большой шаг в моей карьере. ЦСКА – лучший клуб Европы. Впереди у нас много работы. Дани дважды становился чемпионом Италии в составе Сиена и Милана. И еще однажды выиграл чемпионат Греции с Олимпиакосом. На пианинах ярче всего проявлялся его атакующий талант. Он забивал буквально из любого положения, раздавал радиоуправляемые передачи. При этом Хекет уважает работу без мяча. Он умеет защищаться. Хорошее усиление чемпионских амбиций ЦСКА. Следующий в списке потенциальных открытий сезона – форвард подмосковных Химок Джордан Микки. 24-летний американец отыграл на родине всю карьеру. В 2015 году Бостон выбрал его под 33-м номером драфта. Два года в Селтикс, сезон в Майами. И Джордан готов зажечь в Химках. Впервые по эту сторону океана. Уверен, мой первый сезон в России будет отличным. Я в восторге от команды. Счастлив быть в Химках и верю в удачу. Он только изучает европейский баскетбол. И наверняка его ждет немало сюрпризов. Но в Химках много игроков с опытом НБА. Адаптация пройдет быстро. С таким именем иначе и быть не может. Знакомьтесь, новичок Лока Дорел Райт. Пожалуй, самое авторитетное имя среди всех трансферов клубов Единой Лиги ВТБ. В его активе не только больше пяти сотен матчей в НБА, но и кубок Ларио Брайена. Это не первый чемпион НБА в России, но Райт в случае отдельный. В общем, Краснодар, готовьте овации. Впрочем, Райт прибыл в Россию не прямиком из НБА, а транзитом через Германию. Прошедший сезон Форвард провел в немецком Бамберге. В минувшем розыгрыше Евролиги Дорел набирал по 12 очков. Совершал по 5 подборов в среднем за игру. Стоит отметить и его точность. Форвард реализовал более 40% трехочковых бросков. Еще один новичок из-за океана, защитник, локомотива Кубань. Азия Уайтхед. Этому парню 23, но он успел заявить о себе в составе Бруклин Эдс. Универсален и продуктивен. Главный тренер Лока Саша Абрадович наверняка найдет новобранцу достойное применение. Мотивации Уайтхеду не занимать. Азия хочет доказать всему миру, что его списали слишком рано. Вообще, Краснодар этим летом провел самую мощную трансферную кампанию среди всех клубов единой лиги ВТБ. Уайтхед, Райт, Виталий Фридзон, Мустафа Фаль, Матио Шпонитко. Каждый из них может решить исход вечера. Краснодар готовится шуметь в этом сезоне. И самая громкая трансферная новость в межсезонье. «Зенит» подписал Брэндона Дженнингса. Этот парень – настоящая звезда. Защитник знаменит тем, что набрал 55 очков в одном матче в своем первом сезоне в НБА. Его статистика в лиге – 14 очков, 3 подбора и почти 6 передач в среднем за игру. Легкое беспокойство вызывает травматичность Дженнингса и то, что в прошлом сезоне он был замечен в чемпионате Китая. Он пропустил большую часть минувшего сезона из-за повреждения, зато теперь он в полном порядке. Защитник обещает болельщикам яркое шоу в каждом матче. И уже успел освоиться в схемах Василия Карасева. А связка с Карасевым-младшим может стать самой опасной в лиге. Раз уж заговорили о новичках, отдельно стоит отметить не одного или двух, а целую команду дебютантов Единой Лиги ВТБ. Летом состав участников турнира пополнила польская Зеленогура. Клуб – четырехкратный чемпион Польши, обладатель Кубка и Суперкубка страны. Кроме того, за плечами Зеленогуры – опыт участия в Евролиге. Так что легкой прогулки в матчах с этой командой ни у кого не будет. Добро пожаловать на борт и поехали! Субтитры подогнал «Симон»!